Приветствую вас на портале Тутбай. Меня зовут Марина Шкелёнов. В ближайшем эфирном часу мы будем говорить с вами об усыновлении и о проекте, в котором организовал телеканал ОНТ «У вас будет ребёнок». Я представляю наших сегодняшних гостей. Людмила Гусько, ведущая рубрики «У вас будет ребёнок». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Юлия Лахович, кандидат психологических наук, преподаватель кафедры психологии БГУ, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Олег Лепешенков, телеведущий, координатор проекта «У вас будет ребёнок». Здравствуйте, Олег. Что-то вы так молча оздоровываетесь с нами. Здравствуйте. И Илона Хальвита, координатор и директор съёмочной группы. Здравствуйте. Добрый день. Юлия, пожалуй, начнём с вас. Немножко очерчим картину. Как происходит сейчас усыновление? Есть ли очередь на усыновление в нашей стране? Вы знаете, очереди как таковой нету. То есть, может быть, завышены слухи об этом. На самом деле, есть просто так называемый лист ожидания. Приблизительно на сегодняшний день это где-то 170 человек, которые хотят усыновить маленького ребёнка. Но, в принципе, они могут усыновить... У нас есть около 5000 детей в базе, которые имеют статус для усыновления, и их можно усыновить, то есть, не ожидая. Но по каким-то причинам, значит, люди по своим, может, личным каким-то обстоятельствам, или потому что они обязательно хотят ребёнка помладше, да, то тогда они иногда вот ждут какое-то время. А как таковой вот проблемы в ожидании ребёнка нету сейчас. Юлия, а простите, чего они ждут, пока появится в базе ребёнок маленький? Многие люди ориентированы на ребёнка до года. Вот. Особенно если люди, допустим, не имеют своего собственного ребёнка. Им, естественно, хотелось бы, допустим, познать все прелести, радости, да, вот, воспитания совсем маленького ребёночка. Вот. Ну, а на сегодняшний день, можно сказать, к счастью, количество вот детей-отказничков всё-таки уменьшается. И это как бы... Надо радоваться этому факту, потому что это говорит о том, что ведётся работа по профилактике, да, вот этих отказов. И получается, что, ну, как бы меньше этих деток, а если человек ориентирован вот на совсем маленького ребёночка, ну, ему приходится ждать. Вот. Но проблема, он может узнать ребёночка постарше, там, 2-3 года, 5 и дальше, то есть в этом смысле. Вы сказали, что 170 потенциальных семей ожидают своей очереди, да, для того, чтобы усыновить ребёнка. А детей сколько? Детей, вот, которые подлежат усыновлению, цифра эта колеблется, каждый день что-то может меняться, но приблизительно 5 тысяч детей у нас есть в базе, которые могут быть усыновлены. То есть очереди как таковой. В общем-то, нет, это не очередь, это как бы созданная вот такая определённая ситуация, да, не совсем, как бы её можно назвать очереди. Олег, скажите, пожалуйста, почему у вас возникла идея, почему у телеканала УНТ возникла идея создать вот такую рубрику в программе «Пока все дома», рубрика «У вас будет ребёнок». Ну, сама идея, она начиналась, можно сказать, не с рубрики даже «У вас будет ребёнок». Мы просто искали место в эфире для того, чтобы, ну, поднять, в общем-то, эту важную действительно проблему, потому что есть такая цифра, только 15-20% детей, которые выходят из детских домов, становятся достаточно благополучными членами общества. То есть у них в жизни всё складывается более-менее нормально, вот, а остальные 80, как правило, у них достаточно серьёзные проблемы. И происходит это именно из-за того, что дети не видят примера того образа семьи, того образа пребывания в обществе, который семья даёт. Вот, проблемы это очень серьёзные, но вот впервые эта мысль возникла о создании такого рода программы, когда разворачивалась ситуация вокруг девочки Вики Мороз, которую прятала итальянская семья. Ну, все мы, наверное, помним эту историю. На протяжении нескольких недель она была в топе новостей на телевидении. И тогда вот стали приходить письма от белорусских семей с предложением взять эту девочку в свою семью. То есть понятно, что всегда идёт приоритет семьям из той страны, в которой ребёнок родился, рос, воспитывался и так далее. Ну и вот тогда появилась эта идея. Появилась идея, которая касалась того, что ребёнка надо показывать лицом, а ребёнке нужно рассказывать о конкретном ребёнке, чтобы его увидели, чтобы его захотели взять в семью. Потому что когда мы просто говорим о том, что есть дети, вот 5000 сейчас детей, которые нуждаются в родителях, в приёмных родителях, эта цифра абстрактная. А когда мы видим конкретного ребёнка, во-первых, становится понятно, что вот это не какой-то инопланетянин, да, с другой планеты, что они действительно дети обычные, нормальные, которые живут в детских домах и нуждаются в папе и маме. Гораздо проще уже сделать шаг к тому, чтобы к такому ребёнку прийти и, возможно, его забрать в свою семью. И, собственно, даже вот тот пример того ребёнка, которого человек может увидеть в телевизоре, он может побудить его к тому, чтобы уже об этом задуматься, чтобы уже начать искать, вот если есть нереализованное родительское чувство, если есть желание помочь ребёнку, вот искать того ребёнка, который действительно стал бы родным. Ну, поскольку вот проект Тимура Кизякова и Елены Кизяковой, да, в программе «Пока все дома» выходил у нас в том виде, в каком он выходил и на российском телевидении, тогда возникла такая мысль. Вот хотят белорусские родители тоже поучаствовать в судьбе детей из белорусских детских домов, но не могут этого сделать, потому что мы показываем только российских детей, да, значит, надо дать возможность им увидеть тех детей, которым они действительно могут помочь, которые живут в белорусских детских домах. Мы часто не знаем даже, что по соседству может быть какой-то детский дом, к примеру, да, это с виду, ну, какой-то обычный детский садик или какое-то учреждение. Вот, и тогда возникла идея сделать, ну, это даже не столько совместный проект, это вот, я назову скорее, наверное, это вот как общее дело мы предложили Тимуру и Елене, мы ездили вот с Людмилой к ним в гости, даже записывали такую первую программу, в которой присутствовала передача слов от Елене Людмиле. Тимура и Елена Кизякова, они с радостью нам помогали, при том, что это действительно их авторский проект, они дали нам практически всю информацию о том, каким образом подходить к съемкам, то есть вот все необходимые моменты, что лучше работает, то есть как лучше показывать детей, чтобы они раскрылись. Ну, и вообще за это время, за время общения, вот общение-то продолжается, можно сказать, что даже подружились, вот сейчас созваниваемся, рассказываем, как идут дела у нас, они рассказывают, как идут дела у них, поздравляли их с пополнением в семействе, у них, да, третий свой ребенок появился. Ну, и сейчас, да, это, наверное, общее дело, которое в России делают Тимур и Елена Кизякова, у нас вот Людмила вместе с нашей всей съемочной группой телеканала ВНТ. Почему нужно было прибегать к помощи Тимура и Елены? Почему бы у нас на нашем телеканале не создать отдельную программу, где показывать вот этих самых детей, не ориентироваться на российскую программу, а создавать у нас свой уникальный контент, свой уникальный продукт для своего же потребителя, для своих же людей, рассказывать действительно, что вот есть такие дети, которые нуждаются в семье, вот, пожалуйста, обращайтесь. Ну, ответ очень простой. Даже не говоря о том, что на телеканале ВНТ есть традиция, вообще сейчас тенденция современного телевидения, это использовать форматы в своем вещании, то есть те удачные, успешные программы, которые уже обкатаны, отработаны, которые имеют хороший высокий рейтинг, даже оставив все эти соображения за кадром, можно сказать, что, во-первых, программу «Пока все дома» любят и смотрят, то есть она рейтинговая программа, она проповедует семейные ценности, она идет в хорошее время в воскресном эфире, и нам показалось, что это будет, наверное, самый лучший вариант, потому что, ну вот, не будем сравнивать как бы содержание, но когда выходит, например, на Первом канале похожая программа белорусского телевидения, да, она идет гораздо раньше, понятно, что даже по этим объективным причинам у нее меньше зрителей. Ну, кстати, вот есть еще такой момент, Тимур рассказывал о том, как у него происходили переговоры с Константином Эрнстом в ходе обсуждения этой рубрики и включения ее в проект «Пока все дома». Тимур говорил о том, что у Константина Эрнста возник тогда вопрос, а не станет ли эта рубрика, ну, какой-то такой печальной нотой в утреннем эфире. Проблема, да, дети, сиротство и так далее. Вопрос вроде бы закономерный, поэтому с самого начала, на него тоже был получен достаточно простой ответ, с самого начала вот эта вот рубрика ориентировалась на то, чтобы, ну, обращать внимание не на какое-то ущербное какое-то положение детей по сравнению с остальными благополучными детьми в семьях. Потому что, на самом деле, такие же дети способные, веселые, активные, талантливые, такие же дети. И с ними действительно хорошо занимаются педагоги в детских домах, и учат их многому, но понятно, что никогда это не заменит семью. Вот, и эта концепция, она перекочевала и уже в белорусскую версию рубрики. То есть мы стараемся показать детей в их лучших проявлениях, то есть показать их таланты, показать, какие они действительно глубокие, какие они замечательные, какие они действительно могут составить счастье своих будущих родителей. Можно я добавлю? Ребенка, которого хочется тут же обнять, пожалеть, приласкать, вместе с ним что-то поделать. То есть вот показывать все самые счастливые, хорошие моменты. То есть действительно она такая позитивная, хорошая, и чтобы к этому счастью хотелось каждому взрослому прикоснуться. Юля, у меня к вам вопрос, который мы когда-то обсуждали с Натальей Поспеловой, года полтора, наверное, назад, насколько корректно показывать ребенка по телевидению. У него есть биологические родители, которые от него отказались, допустим, ну, всякие ситуации бывают, и вдруг вот эта биологическая мать видит своего ребенка на телевидении, видит информацию о нем. Нужно ли с ней согласовывать какие-то вот такие моменты? То есть корректно ли в принципе вот такая работа? Если мы говорим именно про усыновление, и дети, которые уже имеют статус для усыновления, то, ну, с юридической точки зрения уже правоотношения с матерью разорваны. Даже не на ровном месте происходит, к сожалению. Да, да, то есть статус по себе уже. Вот ситуация уже там с приемными, с семьями и прочими другими формами, замещающими, там уже разные ситуации сложные могут быть. А здесь, по крайней мере, с юридической точки зрения все очень понятно. И согласовывать тут как бы, ну, человек отказался, там, или лишен родительских прав, ну, как бы да. Конечно, вопрос непростой, но я думаю, что если это дает ребенку шанс получить семью, вот, получить любовь, заботу, которую он лишен, ну, мне кажется, тоже отказываться от этого, от этой возможности как-то некорректно по отношению к ребенку и к его всей будущей жизни. А вот как показывает печальная статистика, вот как было названо, да, то жизнь складывается непросто в большинстве случаев. Поэтому, мне кажется, какие-то создавать средства, у меня вот даже вот возникла идея, вот проект очень чудесный, вот создали вы, да, по поводу показа ребенка для устройства семьи. А мне кажется, нам еще не хватает проекта, который бы показал, а что потом с этой семьей, показать какое-то счастье родителей. А ведь есть у нас счастливое большинство подавляющие семей, которые, в общем-то, наверное, готовы даже поделиться этим счастьем. Это тоже было бы интересно как продажей. Кстати, у вас продумана вот эта вот идея, да, вот сопровождать какое-то время семью, которая усыновила ребенка, и смотреть, какие там проблемы возникают. Как удается решать эти проблемы? Это тоже заразительный был бы пример. У нас есть возможность даже сейчас посмотреть фрагмент видео, которое мы записали, вот когда Людмила ездила в гости к семье, взявшей девочку из Минского детского дома. Да, Карине. Это второй фрагмент, который мы принесли, потом мы покажем еще один, под номером один. Ну вот я предлагаю сейчас всем вместе посмотреть. Сегодня мы в гостях у одной из героинь наших программ, для которой, как мы уже рассказывали, нашлись родители. И сегодня мы приехали с подарками и посмотреть, как они живут. Карина, здравствуй, держи, это тебе. А это вот пока все, думаю, телеканал ОНТ вам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, а вы счастливы, что нашли Карину? Мы очень счастливы, что нашли Карину. Карина очень ласковый ребенок. Мы очень довольны. Спасибо вам огромное. Вообще, наш ребенок часто говорит, что мы его потеряли, а сейчас мы его нашли. Вот она очень часто повторяется. Кариночка, а ты нам что скажешь? Любишь ты папу с мамой? Да. И сестричка? Да? А ты кишинка. А кто увидел, расскажите, Карину? Ну, передачи. Мы вместе. Мы вместе. Мы начали смотреть эти передачи каждый раз. То есть вы же целенаправленно решили, да, что хотите найти, да? Да. Да. Удачи вам и счастья. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, а мы надеемся, что и остальные герои наших программ также найдут своих родителей. Я не знаю, как у вас, но у меня слезы на глазах. Как ведется работа с детьми? Тяжело вообще вот приходить в детский дом, отбирать ребенка? Я не знаю, ну вот именно для съемок, да, работать с семьей дальше? Ну, здесь я бы рассказала, потому что поначалу я очень такой ранимый человек и всегда вот даже сама мечтала взять ребенка из детского дома, но не была в детском доме до момента съемок. И еще до съемок Олег меня уговаривал на съезде, посмотри. И я себя не смогла заставить вот съездить, просто посмотреть. Я понимала, что это будет очень тяжело. И вот работа есть работа, и мы приехали на съемки. После первого съемочного дня, два дня, родные меня не видели. Я рыдала, я просто вот приехала, лежала целый вечер, не поднимаясь с постели. Ребенок мой подходил, мамочка, ты заболела, мамочка, мой за тебя покусить, мамочка, может что? Я говорю, нет, ничего не хочу. Я лежала, я два дня рыдала, я не могла, я боялась, что я просто не смогу больше приехать. И не из-за того, что жалко детей или что-то там вот такое вот было в этих детских домах, нет. А просто потому, что я увидела нормальных, хороших детей. Точно так же, как я прихожу в детский сад за собственным сыном. Вот точно такие детки, ничем не отличаются. И так хотелось, чтобы вот за ними пришли, и ты понимаешь, что а за ними не приходят. А они вот так вот день за днем ждут, когда за ними придут. И это было настолько тяжело, что вот обыкновенные, ничем не отличаются. Вот кажется, вот должен же прийти мама или папа, вот его забрать домой. Они придут, и вот день за днем они ждут. И это так тяжело было понять. И вот два дня я переживала, рыдала. Но потом поговорила с подругами. Подруга говорит, я тебя понимаю, я съездила в дом инвалидов, то же самое два дня прорыдала. Но потом я поняла, что если я не поеду, а им же нужна помощь. А если все откажутся, там, доктора или врачи, или воспитатели. Вот потому что это тяжело, говорит, тогда кто им будет помогать. И я решила, ну действительно, если мы не будем их показывать, тогда их не увидят, и они останутся там ждать. А так, может быть, вот благодаря нам, если кто-то их увидит и возьмут. И действительно, вот у нас очень многие случаи, когда там люди, потом очень много звонков было, звонят и говорят, ну вот мы где-то там вот думали, но не подходили к этой проблеме. А вот увидели ребенка, буквально там даже не целую программу смотрели, а вот буквально несколько секунд, вот глаза, говорит, два дня я хожу, вот мама говорит, я не могу, это наш ребенок. Или вот, допустим, все случаи, которые мы отслеживали, общались с родителями, которые забрали наших детишек. Ну, я уже называю наших, потому что они все уже стали нашими. Вот, мы всех их знаем. И вот они рассказывают, говорят, мы увидели, целый день мы не могли найти себе место. Вечером пересмотрели сюжет в интернете, позвонили всем родственникам, все посмотрели. Так он же так похож на ваш ребенок в детском доме, а вы спокойно сидите, едете, забираете. Они приезжают, им рассказывают, что у ребенка там, естественно, шлейф диагнозов. Ну, мне кажется, это не потому, что у них там шлейф диагнозов, просто потому, что домашние родители своих детей так не водят по врачам, а там обязаны каждые полгода проходить полное обследование. То есть, если я там своего раз в полгода отвела, а потом мне сказали, надо прийти на контроль, я могу не пойти на контроль, а здесь все равно. Поэтому, естественно, куча диагнозов будет. Ну, и плюс, естественно, когда ребенок растет не в семье, а в такой среде, у него на фоне психологических, потому что нету мамы и папы, которые там бесконечно гладят по головке, естественно, там какие-то дополнительные болезни, которые снимаются потом, если бы дети попадают в семью. И приезжает вот эта семья, им говорят, что тут у девочки диагнозы, все, они даже не слушали ничего. Им было абсолютно все равно, что, как, чего они забрали эту девочку. Второй случай, у девочки был тоже там серьезный диагноз, и вот мне звонит мама и говорит, вы представляете, мне не отдают моего ребенка, у них начался карантин. То есть она уже все называла моего ребенка. Говорит, у них ветрянка, мой ребенок еще не полен ветрянкой, я хочу ее домой забрать. Говорит, у вашего была ветрянка. Я говорю, была, что вы делали? Я говорю, 10 дней с рук не спускала. Так вот и я же его возьму на ручки и буду держать с рук не спускать 10 дней. То есть вот люди уже по фрагментам каких-то вот этих вот жестов детских, мимики, всего там ужимочек, они уже действительно видят своих детей. Звонил один папа, рассказывал, что не всегда даже есть фотографии. Вот, допустим, с региона они не едут в Минск, там, где есть фотографии все. А им передавали даже, вот некоторые дети есть фотографии, а некоторые передали ксерокопии. И то есть выбирать приходилось бы даже по ксерокопии. Вот ребенка, которого они взяли, он говорит, мы бы, наверное, не взяли, потому что увидели ксерокопию его. То есть не специально не ехали, потому что очень далеко через всю, и Белоруссию ехать на его посмотреть. А они увидели его в программе. А они поехали через всю Белоруссию, они его забрали. Вот, кстати, сейчас можно сказать, что сайт телеканала ОНТ, страничка программы, он становится таким своего рода уникальным порталом, местом, куда действительно усыновители, которые думают о том, чтобы забрать ребенка в семью, могут прийти, посмотреть на него. То есть мы стараемся показывать ребенка так, чтобы он раскрылся. Подбирать разные какие-то игры, которые его увлекут. Вот, воспитатели, конечно, в этом помогают. То есть задача сделать, конечно, даже не какой-то срежиссированный сюжет, а вот чтобы ребенок, ну, как бы жил в кадре и просто общался вот с Людмилой, общался с воспитателями, показал себя с какой-то вот такой вот хорошей стороны. И могу сказать, что в России это уже федерального значения программа. Видеопаспорт есть, огромный портал. И Тимур со своими помощниками, и Леной, они занимаются тем, что готовят видеопаспорта на детей. Вот там такой дизайн сайта, такая ромашка, и каждый лепесток – это какая-то информация о ребенке. То есть рассказ, например, о здоровье, рассказ там об увлечениях, рассказ там ребенка о самом себе, к примеру. Там несколько, 8, по-моему, лепестков, и вот на каждую можно нажать, получить исчерпывающую информацию. И действительно, люди приезжают с самых разных концов Большой России, у них очень высокая эффективность и самой рубрики, и вот этих вот лепесточков, вот этой вот программы «Видеопаспорт». Вот у нас пока это сайт телеканала ОНТ, вот эта вот рубрика «Пока все дома Беларусь», можно сказать, да. Но вот мы рады, что сейчас вплотную подошли к сотрудничеству с порталом Тутбай в том, чтобы на более широкую интернет-аудиторию выходить, показывать детей, которые нуждаются в семье. Ну и надеемся, что возможностей в связи с этим, чтобы пойти в семью, у них будет больше. Илона, скажите, пожалуйста, во время съемок у вас возникали ситуации, когда, например, родители отказывались принимать участие в программе, например, или хотели сохранить вот эту вот тайну усыновления, не показывать всем, что вот, посмотрите на меня, я усыновил своего ребенка. Да, ситуации такие возникали, но мы старались всегда находить компромисс, мы всегда общаемся с центром усыновления, и только с их ведомой, с их согласием мы могли производить такого рода съемки. Не все родители хотят, чтобы другие люди, да, близкие знали об этом. Это, мне кажется, личный момент, да, и мы всегда зависим только от этого момента. Никогда мы не можем позволить себе снимать семью без их согласия. А как отбирается ребенок для съемки? Вот я задала вопрос и не получила у него ответ. Всех детей снимаете? Нет, мы снимаем деток, у которых есть статус. Там уже и Олег, и Юлия. И Олег у нас занимается, да, он созванивается. Мы не выбираем, да, то есть нам... То есть это... Единственное, что мы... Да, у нас задача, можно сказать, здесь мы не ходим и не смотрим. Мы приезжаем, вот кто нам придется, сказали, что в этом детском доме есть детки от такого возраста до такого. Конечно, мы стараемся не придерживаться только определенного возраста. Маленькие детки всегда более востребованы. Мы стараемся показывать деток постарше, потому что их... Они такие же люди, которые нуждаются в любви и заботе. И, может быть, им хочется даже быстрее. Мы заинтересованы в том, чтобы дать им шанс раньше, чем маленьким детям, у которых есть еще время запас, да? Вот, поэтому... То есть, когда сразу задумывалась эта программа, вот одна из задач, которая перед ней ставилась, это так немножко подвинуть общественное мнение в сторону того, чтобы обращали внимание усыновителей не только на малышей, у которых нет, как говорят, еще такой вот собственной памяти, да? А чтобы смотрели усыновители в сторону тех деток, которые, пусть они постарше, там им 4, 5, 6, 7 лет, им все равно семья очень нужна, очень нужна каждому ребенку семья. Да, и они в отношении, ну, скажем так, вот тоже, как Тимур говорит, да, с ним долго общались на эту тему, говорит, важно устроить ребенка в семью даже не столько быстро, а сколько прочно и надежно. Да, действительно. Вот о прочности и надежности тоже это отдельный вопрос. Бывают ситуации, когда, ну, об этом мы тоже все знаем, часто бывает информация в СМИ, на том, что, да, родители усыновили ребенка, а потом вдруг что-то возникает, то ли в их сознании, то ли в семье. И они понимают, что, ну, поторопились, возможно, возможно, плохо подумали. Ну, и ребенок, по большому счету, он как бы и в семье, но, с другой стороны, и не в семье. Можно ли себя как-то, ну, как-то, как бы, во-первых, как нужно себя настроить на то, чтобы вот созреть действительно, да, что я готов, я действительно понимаю всю ответственность. И вот избежать вот этих ситуаций, когда ты понимаешь, что не нужно было этого делать. Ну, тут, наверное, я попытаюсь ответить. Дело в том, что тут должна быть не только настройка, да, тут должна быть, на самом деле, я бы даже сказала, серьезная подготовка психологическая. В общем-то, это проводится вот в центре усыновления у нас, в социально-педагогических центрах по месту жительства. Но, потому что человек может на эмоциях, вот даже посмотрев передачу, действительно загореться, и это хорошо, но это стимул. Кстати, а сколько времени проходит вот от того, как человек загорелся, до того, что вот его ребенок разводит в семью? Вы имеете в виду с момента прихода? С момента прихода в детский дом, да, до самого факта усыновления. Ну, потом же человек приходит уже, как бы, да, обращается в службы соответствующие, или в отдел образования, в центр усыновления. По-разному, но в среднем, в общем, можно, так скажем, совершенно спокойно, учитывая, что занятия психологические длятся два месяца, восемь занятий, по одному занятию в неделю. То есть, ну, три месяца это такой, ну, в принципе, ну, да, получается такой нормальный срок, хотя в среднем у нас получается кто-то и шесть месяцев, кто-то и больше. Люди по-разному, но, в принципе, вот на этих два месяца ребенка выношу девять месяцев, да, и, в общем-то, мы к этому нормально относимся. Здесь тоже торопиться слишком не нужно. Мне кажется, два месяца это очень небольшой срок. Ну, два месяца. Это интенсивная программа. Это очень интересно, будешь родителем. А тут два месяца это же, ну, как... И еще хочу добавить, что кроме подготовки, вот то, что у нас на сегодняшний день немножечко требует еще, не немножечко, а серьезной доработки, это вот сопровождение семей после усыновления. Потому что мы их подготовили, вроде как бы настроили, да, но на самом деле многие сложности возникают потом. Люди с ними сталкиваются. Иногда то, что говорится им до усыновления, они не всегда это вот в пылу эмоций слышат, слушают, но не слышат. И проблемы начинаются, и люди иногда как-то очень оказываются беспомощными. А у нас на сегодняшний день, в принципе, формально, только в течение трех лет есть вот как бы прописано, что раз в год эта семья обследуется, ну, на предмет того, как ребенок там воспитывается и прочее. Но часто это происходит достаточно формальным образом. И, в принципе, надо выстраивать систему сопровождения этих семей, потому что все-таки у этих семей дополнительные сложности, нагрузки, дополнительные радости. Это тоже вот что хочется и увидеть. Но есть и проблемы, и им надо помогать. Нужно вот и в этом смысле сейчас недавно вот мы начали такой, я считаю, очень важный проект, уже исследовательский, но цель вот разработать систему сопровождения. Мы опрашивали, вот еще сейчас в процессе этот опрос, по всей республике семьи усыновителей, 368 семей, семьи, которые усыновили деток в период с 96 по 2012 год, там, второй квартал. Мы их расспрашивали о том, как проходил процесс адаптации, с какими сложностями они столкнулись. Вот, конечно, когда проанализируем эту информацию, уже как бы из первых рук попытаемся понять, действительно, где есть те самые, может быть, какие-то опасные точки, где вот семья требует, ну, требует ей больше внимания, помощи, как лучше ей помочь, что помогает, что нет. То есть вот как бы надо изучать этот процесс после уже и как-то помогать этим семьям, потому что не всегда сама семья может справиться. Я бы хотела обратиться здесь к родителям. У нас Людмила проходила тоже, кстати, курсы эти усыновления. Я бы здесь хотела обратиться к родителям, потому что ведь каждый человек, когда принимает решение родить ребенка, он тоже не знает, а что же его ждет, когда ребенок родится, и что он будет делать с этим ребенком, да? И когда родился ребенок, мама, папа начинают только учиться быть мамой, быть папой. И все трудности, сложности всегда проживают, всегда проходят. Никогда у родителей, да, там, у нормальных родителей не возникает мысль, ой, что-то тут возникли сложности. Или там в подростковом периоде ребенок решил там где-то уйти из дома, или что? Родители же не отказываются, не ведут его в детский дом. Точно так же нужно с вот этими детьми. Если приняли решение, это, по сути, родился ваш ребенок, родилась ваша семья. Не нужно думать и вспоминать, что можно его вернуть или что, просто нужно постоянно вместе переживать. Как со своим, вы его приняли, как своего, вы его сердцем родили. То есть здесь идет факт тоже рождения семьи и рождения ребенка. Только вы его родили сердцем, вы с ним соединились, и вам нужно вместе идти, точно так же, как со своим. Просто-напросто не нужно допускать мысли, что думать или не думать. Я могу его отдать, да. Своего же вы не отдаете, когда он ударил тебя там или обозвал, или что. Олег, вы говорили, у нас есть еще один ролик. Расскажите, что за ролик, мы его посмотрим. Ну, это еще один ролик, который, кстати, в какой-то степени иллюстрирует, наверное, как меняется ребенок, когда он уже на руках у мамы. Вот мы снимали девочку Полину в Жодинском детском доме. Она такая очень активная девочка. Ее было трудно усадить за какое-то дело, пообщаться, занять. То есть кучу дел сразу. Она делала одновременно с Людмилой. И вот насколько она, даже Люда, наверное, лучше расскажет, насколько она не слазила даже буквально с руку мамы. Вот какая-то стала спокойная, какая-то умиротворенность появилась во взгляде. Даже это видно вот на том фрагменте, который мы сейчас предложим посмотреть. Это кадры из детского дома. Ну вот, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У нас сегодня счастливый случай. Одна из героинь белорусской рубрики «У вас будет ребенок» в рамках программы «Пока все дома» нашла свою семью. Полине и ее маме Майе Александровне, телеканал «УНТ» и программа «Пока все дома» дарят атрибут любого семейного стола. Заварник. Пусть он как можно чаще собирает вас за одним столом. А Полине мы дарим сервировочный столик. Будешь готовить чай своей семье. Телеканал «УНТ» дарит еще вам подарки. Спасибо. Живите дружно и счастливо. Ну, такой очень радостный для нас всех прогноз. Как меняется поведение ребенка? Вот вы приехали вот к первой девочке, которую первый сюжет мы смотрели, да, Карина, да? Через какое время после усыновления вы приехали в эту семью? К Карине мы, по-моему, приехали через месяца три или четыре. Вот к Полине, наверное, месяца через два после усыновления. По сути, два месяца. Вот и Полину, когда забирали именно из детского дома. То есть она два месяца прожила уже в семье, были готовы все документы. И вот мы приехали снимать вот этот вот процесс. По сути, два месяца прошло. И действительно, ребенка как подменили. Вот я сейчас про Полину расскажу. Сюжет, который посмотрели. Полина была очень гиперактивной. Не усадить. Она вся такая вот шурстила, все. Даже вот если посадить на место, она все равно будет что-то крутиться. Иногда у детишек, которые живут в детских домах, проявляется вот эта гиперактивность. Это идет реакция самозащиты. Вот когда я уже потом узнавала, да, вот на то, что вот наброшенность именно, да, вот они суетятся. Если этот ребенок попадает в семью, идет самоуспокоение, и он действительно становится спокойным. Но я не думала, что это так быстро. Вот два месяца она пробыла с родителями, и ребенка как подменили. Она была очень спокойная, прям вся такая степенная. Вот она пришла, вот детишки все остальные вокруг нее суетятся. Все, она так стояла, вот так смотрела на них, постояла, постояла. А потом, ну, я, наверное, уже домой хочу. И пошла к маме на ручки. И все это так спокойно, все размеренные движения. То есть абсолютно другой ребенок. К Карине мы приехали, ну, наверное, месяца через 3-4. Вот, Карина, вот, кстати, детишки вроде бы маленькие, но они понимают. Вот Карина меня сразу встретила. Я вас помню, вы тетя из детского дома, которая нашла моих родителей. Мои родители, мама с папой потерялись, и вот они меня нашли. Боже, мне это так было приятно слышать. Вот, ну, тоже вот настолько, вот я вот с каждым случаем, когда я потом разговариваю с родителями, когда дети попадают в семью, я потом всегда Олегу говорю, ну, все, за этого ребенка я спокойна. Потому что я вот слышу, что все, то есть приняли вот как своего. Карину, да, вот мы сейчас, кстати, с семьей Карины очень подружились. Мой ребенок с Кариной уже просто подружкой, он постоянно просит, мама, поехали к Карине в гости. Ну, я прям даже не могу сказать что-то, потому что, ну, великолепные отношения, великолепная там семья, и детишки находят и общий язык. То есть и Карина такая вся прям, вот даже Игорь как-то случайно играл, и как-то попал вот чем-то там махал по маме. Карина встала так перед мамой. Не надо мою маму обижать. И сразу обняла и поцеловала. Ну что ж, время, к сожалению, наше подходит к концу, поэтому я хотела бы попросить вас обратиться к родителям, к потенциальным родителям, которые будут смотреть программу, которые будут выбирать ребенка, будут смотреть на этих самых детей. Что бы вы им пожелали? Давайте вот с Людмилой начнем, да. Я бы пожелала, да, вот учитывая даже то, что мы сегодня поднимали многие вопросы, прежде всего хорошенечко подумать. Подумать, а второе, если уже вы приняли ребенка, принять его всем сердцем и принять по-настоящему, никогда не вспоминать ни о каком прошлом. И еще у меня очень хороший совет, когда мне начинают говорить про генетику. Почему-то, когда свои дети в семье начинают плохо себя вести, либо вот идеальная семья, никто не пьет ничего, а потом ребенок резко стал там, не дай бог, наркоманом или алкоголиком. Почему-то говорят, ну, Бог наказал. А если этот ребенок, да, говорят, гены, гены, так вот не гены. Даже в своих обыкновенных семьях есть дети, когда там в семье не без рода, либо Бог наказал. И эти детишки вырастают, бывают из неблагополучных семей, такие великолепные, замечательные, они такие же хорошие. Просто им нужно внимание и ласка. Так что любите друг друга и находите друг друга. Да, я хотела бы пожелать будущим родителям любви и терпения. Терпения в плане того, что, возможно, не все будет так быстро и хорошо, как хотелось бы, но это обязательно будет. И та любовь, которую вы дадите, вам ребенок вернет. Но, может быть, не сразу. Вот бывает такая проблема, что ждут, что вот ребенок попал в семью сразу. Бывает, а бывает по-другому. Поэтому нужно запастись терпением, любовью, все будет хорошо. А на насчет генетики я тоже согласна с этим, что вот когда мы даже выбираем, если брать супруга, ну мало кто из нас анализирует генеалогическое древо, ну, конечно, есть отдельные личности, но в основном. Обязательно у кого-то из нас в роду и у нас, у нашего супруга где-то есть, и пьяницы, где-то есть, и какие-то другие проблемы. Но мы к этому так не подходим. Мы любим человека, вот он перед нами. Так же надо полюбить и принять ребенка. Вот какой он есть, со всей его историей, которая была до нас. Ну, я бы хотел сказать, что главный закон, наверное, в жизни нашей, это закон умножения любви. Действительно, чем больше любви отдаешь, тем больше ее получаешь, в том числе от близких, от детей, конечно же. И пожелания, наверное, ну, пожелания не только тем, кто берет ребенка из детского дома, а чтобы у всех родителей выросли благодарные дети. А я хочу сказать людям, которые в чем-то сомневаются, чтобы они преодолели свои какие-то стереотипы и предрассудки и поняли одну вещь, что если ты делаешь чью-то жизнь счастливой, то ты и сам получишь в ответ столько же счастья. Не бойтесь и просто дарите любовь и доброту. Кстати, очень символично, словила себя на мысль, очень символично, что сегодняшний эфир у нас практически накануне Нового года как раз время исполнения желаний. Так что будем стараться исполнить желание хотя бы одного ребенка. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что в этом эфирном часу мы говорили о белорусской рубрике «У вас будет ребенок» в программе «Пока все дома». Вместе с нашими гостями Людмилой Гуськой, ведущей рубрики «У вас будет ребенок», Юлией Лахович, кандидатом психологических наук, преподавателем кафедры психологии БГУ, педагогом-психологом Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь, Олегом Лепешенковым, телеведущим, продюсером рубрики «У вас будет ребенок» и Илоной Хальвитой, координатором и директором съемочной группы рубрики «У вас будет ребенок». Я, Марина Шкеленок, прощаюсь с вами. Спасибо вам за то, что вы были вместе с нами. Увидимся. До встречи. Пока.